Весь день в Бресте не стихала музыка. Все сегодня в честь молодого независимого государства, в честь нашей с вами общей любимой родины – Беларуси. За сравнительно небольшое время существования страны как суверенной и самостоятельной державы, на европейском и международном пространстве она заявила о себе как о надежном и верном партнере – мудром союзнике. Возможность трудиться и отдыхать, творить и создавать современному белорусскому поколению подарили ветераны Великой Отечественной войны. Те, кто ни на минуту не задумывался о цене своей жизни, кто уверенно шел в бой, отстаивая до последней капли крови города и деревни. Благодаря этим, иногда неизвестным нам героям, сегодня мы живем в мирной стране. С той поры мы твердо идем обранным шляхом, який стал дорогой руху наперед, стабильной аппараткой и упевненности в светлым завтрашнем дне. А сегодняшние достижения Беларуси и нашей Берастейщины – это еще один яскравый выник уластного шляха развития, заснованного на сгоде у громадства, эффективной экономики, мощной социальной и узваженной внешней политики. В такой важный и особенный для каждого настоящего гражданина день белорусов спешат поздравить те, кто прочно связан с Беларусью и называет ее своей родиной. Среди них и наш земляк, знаменитый композитор, автор многочисленных мелодий, мотивы которых знакомы как старшему поколению, так и молодежи. Эдуард Ханок в Бресте провел детство и юность. Город подарил музыканту настоящих друзей и уверенность в себе. Сегодня Эдуард Семенович не живет в Беларуси, но в главный государственный праздник настоящий белорус приехал домой. Когда я по городу иду, я возвращаюсь в свою молодость. Мне, конечно, очень приятно, я впервые здесь выступаю, потому что если я выступал, это было очень давно. Во-вторых, мне очень приятно, что я приехал с прославленным ансамблем имени Александрова. Именно мы занимались приездом в Минск, и вот и благодаря нам, комсомолу и Министерству культуры, всем они выступили и первого числа на правительственном концерте. В числе особенно долгожданных исполнителей и академический ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова. Во всем мире этот коллектив приравнивают к таким известным российским жемчужинам искусства, как Большой театр, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Алмазный фонд Московского Кремля. За многие годы Александровцы, так их иногда называют любя преданные поклонники, посетили с концертами огромное количество государств. В годы Великой Отечественной войны ансамбль полным составом или бригадами выступил в действующей армии более полутора тысяч раз. Вот и в Бресте, через 70 лет после освобождения, у стен мемориала звучат мелодии, которые сопровождали солдаты войны в те трудные сороковые. Сегодня мы прибыли в город Герой Брест. Это уже не первая поездка наша в город Герой Брест. Но сегодня мы чувствуем праздничную атмосферу, которая стоит здесь на площади. Мы видим много молодежи. И надеемся, что сегодня наше выступление, ансамбль Александрова, который любит приезжать в Республику Беларусь, будет благоприятным. Что мы сможем людям подарить эмоции, хорошие чувства, хорошее настроение. Собственно говоря, мы для этого и существуем, чтобы людям приносить добрые, хорошие чувства, хорошее настроение. Концерт собрал у стен Цитадели несколько тысяч гостей. Яркий праздничный вечер подарил не только хорошее настроение. В знак памяти о подвигах солдат Великой войны. Единство и целостности нашей страны сегодня. А также уважение к тем, кто ежедневно трудится на благо своего государства. Участники и гости мероприятия исполнили гимн Республики Беларусь. Проходят годы, уходят ветераны. Те, кто выжил, чтобы рассказать нам правду о войне. Те, кто шел до конца, знал и верил, что наша страна станет уверенным и самостоятельным государством. Сегодня участники войны завещают нам, как сберечь мирное небо над Беларусью. Надо себя готовить к защите Родины очень серьезно. А для этого надо беречь свое здоровье, развивать свою физическую силу, получить соответствующее хорошее образование, быть готовым к защите Родины, знать хорошее военное дело, отслужить в армии и сделать все так, чтобы не надо было брать в руки оружие. И тогда будет всегда мирное небо.